Этот набор примеров, сниму окончание, результат и скажу, ребята, оказываю, математика тоже из стихи. Скажи какую-нибудь стихи, пожалуйста, хорошую, которую ты как-то прекрасно читаешь, кто-то прочет, вам нравится, давайте поаплодируем. А это тоже стихи. Это поэзия математики. Если вы рассказаете рифмы, рифмы, концовки, так, щепите на ухо, пожалуйста, а в первую очередь предпоследную рифму щепите, щепите, предпоследную, специальную, предпоследную. Как решишь предпоследную, если не решишь первую, вторую, третью, все остальное. И в классе тишина. Если у вас есть утонченный слух, так, и увидишь ушами мысли. Как дети, то глаза закрыты, смотрят на этот пример, то куда-то еще, думают, думают, кто-то с кем-то начнет шукаться. Вот это и есть радость познания. Они хотят этим заниматься. Они задели уже. Если порешат, щепчутся со мной, кому-то быть моя поддержка, намеки, кого-то вербают в заблуждение, и так, обычно, и так далее. И в конце концов, рифмы открываются. Вот тогда я говорю, математика, есть поэзия в математике или нет? Они видят эту поэзию, перед глазами, действительно, эта поэзия, вот как? Еще немножко, да? Да. Давайте задам еще вам одну задачу, а потом вопросы, пока они будут искать. Приготовьте ваши вопросы. Есть такая фигура в математике, как квадрат. Этот квадрат уникален для наших детских дел, для развития детей. Пообразим следующее. Я предлагаю детям квадрат на доске, и рядом пишу перемет, равняется 16 сантиметрам. Они смотрят на это. Я предлагаю, берите такой же квадрат. Из этих двух квадратов выстроите новую плоскую геометрическую фигуру. Вычисляйте периметр этой фигуры, и это шепнись мне на ухо. Я сам эту задачу не решал, не могу решать. Ну как? Здесь можете это сделать. Два квадрата. Берем мысль. Потому что математика – это мир воображения. Лучше, чтобы меньше было наглядности, больше было воображение математики. Так, чем больше воображения делается, Злобачевские, иначе не могли создать свой мир без воображения. Они решают. Шушукаемся. Кто-то скажет, 24 сантиметра будет, кто-то скажет, 32 будет, кто-то что-то еще. Я вам недавно не взываю, там и другой, и третьего. Это распаковка. И прошу пояснить, я вам запутался совсем. Сажусь как ученик, и они объясняют. Если два квадрата, представьте так, по сторонам, то внутренняя сторона уже как перемет не составляет. И получается, одна сторона 4, 4, 4. Всего их сколько? 6. 6 раз 4, получается 24. И вот перемет, снова, новую фигуру. Кто-то скажет, а я подумал, что это не надо бы взять, и так прямо переставил, я ошибся, нажимаю другу математику. Ну, конечно, Шушука со детями, один не щипнул. А вам какая фигура нужна? Вот это уже весь щипал Наташ, это уже делает вот этот, рейсбикараб. Какая фигура нужна? Как какая? Я спрашиваю, как я еще может быть? И тут объясняют мне, сейчас со мной. Эти квадратные можно приставить друг другу по сторонам, будет 24. По углам можно приставить. Ломаная у вас фигурка получается, будет 32. Но еще третий способ. Их можно накладывать друг на друга. Уже не сказали, какая вам нужна фигура. Так? Тогда надо линейку брать. И так мерить, иначе не узнаем. А вам какая фигура нужна? Задача решена. Вопрос не будет, был нужен. Вот этот вопрос. Вот такие вещи я называю. Упаковка задачи и распаковка. Ну, завершенные хорошие друзья. Урок заканчивается. Вам, наверное, тоже надоело, как мне когда-то, когда дети говорят, что он мог нить голос. Зато когда меня свинит. Кстати, что еще? Я еще не закончил. Откуда же домашние задания? Откуда же я тогда и даю, что-то какое-то наставление. И не терпится. Уже на уроках. Уроки. Мне тоже. Я тоже быстро, выше без урока, но это надо. Домашние задания. Вам нравится этот процесс? Вообще, зато вас домашние задания не нравятся вам. зная, что сегодня произойдет какая-то драма в семье. Мама будет принуждать садить свои уроки. Дети будут лишены какие-то удовольствия. Их не отпустят. Их поиграть. Что-то другое делать. Так? То есть, я задаю задание не на развитие, не на познание, а на мучение. А на конфликты с родителем. А вот по-другому надо задать задание. Так. Моя супруга умела говорить. Ребята, я забыла, какое задание вам задавать. Забыла. Не забыла. Плани у меня не стоит это задание. Тогда дети говорят, а можно мы сами скажем? А что? Давайте тогда изучали Распе, это Барон Мюнхгаузен, так? И кто-то сказал, давайте мы сами как Распе тоже будем сочинять такие фантастики и книгу выпустим завтра. Хорошая? Она даже не ожидала такое предложение на завтра. Те, принесли свои рассказы и пока они пишут, расскажут одну, один рассказ, так? И вы наизусть знали уже этот рассказ, и это тоже будет вот радость познания, распаковка-упаковка. Ребенок пишет, я чистил огурцы, мама должна была приготовить салат. И вдруг услышал я не знаю, откуда эти звуки шли. Продолжал чистить огурцы. Опять повторили я узнал, что это огурец со мной говорит. Я отвечаю, я не знаю, что ты мне говоришь. Мама велела чистить огурцы, вот я чишу тебя. Так? Так что молчил. Но тот опять повторяет это, я догадался, оказывается, это не просто огурец, это прищенец. Я положил огурец на тарелку и пустил из окна. Ведь все знают, что прищенцы приходят на тарелку. Вот из таких рассказов идет выпущен продолжение сборника, который продолжил это ураспев. Такое тоже может произойти на ваших уроках. Правда? Ваши вопросы? Колерка, есть у вас вопросы там? Давайте я оттуда мне сообщить вопрос или спускайтесь вниз, как вам удобно будет. Как я оцениваю? Хорошо, хороший мой дюйзер. То есть оценка, отметка разной вещи. Кто-то об этом уже знает. оценка это процесс, это движение, выражается в словах, в экспрессии. Вот я не буду смотреть на эту работу и пройду. Я уже оценирую. Или скажу, а вот здесь поправлю это, и будет очень хорошо. Молодчина. Словеско. Оценил. Оценку да. Оценка происходит во время и пространства. И внутри есть смысл. Потом то, что я сказал, это превращается в цифру. Цифра от единицы для вас до 12. Так? И ревно получает баллы, скажем, ну, мне лучше сейчас пятибалль соображаться. Ревно получает, скажем, тройку. Тройку. Что тройка может сказать матери? Хорошо да или плохо? Ей не хочется тройку, хочется пятерка, ругать будет. А если двойку поставлю, ребенок не скрывать будет эту двойку, потому что боится, отец узнает и там боится этого. Или переправлять будет, вроде меня, тоже переправлять, что тройки, 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 чтобы мама не обиделась, не огорчалась, и так далее. Или что в этом роде. Это отметка. Отметка никогда не скажет родителям, почему же это или двойка, или тройка, в чем причина, в чем не хватает ребенку, не скажем. Но зато нас троих взрослых или позже ребенка, если это пятерка, или против ребенка, если это нежелательная отметка. Отметка, оценка разные вещи. Оценки должны быть всегда. и не только мы должны оценивать, пусть сами дети оценивают свою работу. У меня получилось, не получилось, нравится, не нравится, можно почитать, можно не выходить, я еще не так знаю, сами оценивают. Это нужно. Оценка качества личности. А вы хотите воспитывать личность, пусть воспитывайте оценивание сужения в детях. Что касается отметок, это суругат. Наш недоразумение. Тройка. Маме не скажи, ребенок не знает того-того, поэтому помоги ребенку в этом, и он будет это знать. Этого не говорит. Отметка а ребенок всегда оправдывает себя, если даже двойку получил, скажет маме, мама, это учительница такая, Мария, ты же знаешь ее, она и так далее. И мама настроена на завтра прийти к плану и очень строго поговорить. Почему поставили нашему ребенку тройку, или двойку, или даже четверку. А мы вчера хорошо выучили. Никому не объяснишь маме, не докажешь. Есть такой суррогат еще. Если ребенок получил на одно стихотворение за знание одного стихотворения пятерку, а на завтра двою за незнание другого стихотворения, ведь есть учителя, которые вызывают ребенка сегодня, но и завтра тоже, чтобы он знал, что я не прошу ничего. И двойку получил. А полугодие заканчивается. Что сделает учитель? Будет складывать пять плюс два, делись на два. Получается три с половиной. И загадка, что поставить ребенку? Три или четыре. И от вашего доброго сердца будет зависеть то или другое. это мы назовем как средний ответский бал. За кто этот бал получается? За знание или за приезжание? Ну ответки ставятся за знание, но получается за приезжание. Если ребенок знал это стихотворение, а это не знал, эти два стихотворения не разбавляются друг друга. И не получается, что ребенок сейчас и то знает на тройку, и это знает на тройку. Это не получается. Неужели это не санатма? И я часто пользуюсь по этому поводу очень таким образом выражением сападных психологов. Это то же самое, говорят эти психологи, что сунуть голову в духовку, ноги в холодильник и сказать средняя температура такая. Вот средняя бал. Это амма. поэтому, хорошие друзья, если вы не можете вообще отказаться от отметок, ну, говорю, что первый класс не ставится, да, но зато учитель я, такие авторитарные, они все другое придумывают обычно. Или хорошо скажут ребенку, молодец, как ребенок, все нету, молодца получил ребенок. Так? Если не можете отказаться от отметок, девальнируйте отметки и передайте отметки. Скажите, вы проверствуете сочинение? Или оцени сам то, что сейчас не сказал? И что тебе полагается? Сам пиши в конце тетради, дневник, запиши, журнал запиши в конце концов. Так? И таким образом пустите владею этими отметками, чем я. Получила духовная общность. Они что будут завещать отметки? Значит это с чем-то связано. Или завещанная самооценка, или боязнь перед кем-либо. И в том и другом случае ему надо помочь. В первом случае объясню, что эта отметка уж чересчур, ну оставим сейчас, но на завтра, послезавтра ждут другого, чтобы это закрепилось. Так? Это объясню. Если он боится, тогда надо поговорить с теми, кто напугал ребенка. Почему так? Если не снимете, мы искажим характер ребенка. Дайте детям самим ставить эти отметки. Объясните, за что вам министерство ввели ставить такую отметку, за какую работу, за такой ответ, и какую за другой. Объясните это им. И дети быстрее будут двигаться, чтобы познание спокойнее будут, чем в других случаях. Можно такую сделать? Кто запрещает это делать? Авторитарный ум. Больше никто. Еще какой вопрос? Подходим к концу уже. Как? отметка. Отметка это знаете что? Это трон в сосудной системе. Где состряли, мы не знаем. Поэтому некие ученики наши иногда кончаются жить суетидами из-за отметок. Не знаю, как Украина, знаю, что Россия в Европе занимает третье место в детских суицидах в школьниках. И большинство этих детальных исходов связано с отметками. Конечно, отметки, когда они непонятны детям или же они этого не хотят, нельзя узнать и не знают. Вредят и образование и становление личности ребенка. Если он не принимает вашу отметку, какое там воспитание будет? Если не согласны с вами, неприязнь к вам, недоверие к вам зарождается, хотя по инструкции работают. Будьте очень осторожны с отметками. Это для авторнатных учтей это жезнь. Я войду с отметками, они у него в кармане, здесь двое, там пятерки, там еще какие-то. Это же не за вкус мне дают отметки, правда? Это у меня всегда есть и дети на полгомы. Вновь. Вызеваешь ребенка, а он знает, но начинает забывать, челюсть начинает дрожать, не вспоминает чего-то, видит, из класса вспомнит, а сейчас не помнит. Ну, Станислав, подойди, пожалуйста, можете приноситься. Я в следующий раз продолжу этот семинар, хорошо, более углубленно, но на этот раз, так как может быть я не тот ту флешку взял и так далее, люди, какие добрые, смотрите, они смотрят с калерки, очень добрые, и рука, рука не машет, спасибо, что они просят и на этом закончили. Станислав, Станислав, достойный руководитель, бибер международного движения гуманной педагогики, его очень любят, ценят, председателем международного жюри, который награждает. Так что уважайте, если хотите наград получить. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Шавел Александрович, за ваши уроки жизни, за ваши уроки настоящего школы. Шановні коллеги, вы на годиних дивитесь все, так как и я, правда? Я хочу спитаться с вашей порадой, как вы дивитесь на те, что звезды творчих мастерин, которые у нас на сегодня запланованы, мы перенесем завтра на девятую годину. И завтра начнемо не о девятую тридцать, а о девятую годину в цей залі. Все підтримаем. Тоді ми переходим до еще нашей такой рубрики антология гуманной педагогики. Дуже прошу наших выступающих скоротиться, якомога. До слова я запрошую Зинаиду Иванівну Хоменко, кандидата психологичных наук, члена правления Всеукраїнской культурно-освітной ассоциации гуманной педагогики, заступника головы Киевского міського центра, вчителя гуманной педагогики, духовні закони сім'ї хворих Василя Сокомлинського. Шановні колеги, на жаль, ми не можемо перенести все на завтра. Подивіться, будь ласка, програму. Ви будете завтра дуже хотіти раніше від'їхати. І ми завтра будемо намагатися дуже чітко і вти по регламенту, тому все перенести на завтра ми ніяк не можемо. Дякую, пані Светлана, дякую всім, хто має таке дворяше терпіння, залишився в залі. Ми будемо говорити сьогодні про духовні закони сім'ї хворих Сокомлинського. І зважати на те, що ця розмова в нас буде в присутності двох класиків гуманної педагогіки. Шалва Олександровича з нами зараз в залі і Омуниський і Уклін. І незримо з нами буде присутній Василь Олександрович Сокомлинський, бо ми торкаємося його спадщини. Ми хлібом єдиним живе людина. Ми хлібом єдиним живе людина. Повторюю, Сокомлинський народну мудрість. Дійсно, людина живе в величезному, безмежному всесвіті, великому людському світі. І людина є багатогранною особистістю. Тому правильниче до щастя людина створює таку ж багатогранну організацію, яка називається сім'я. Сім'я має різні грані. Єсь і господарська грань, єсь і моральна грань, є і грань духовна. І, звичайно, кожна грань має свої закони. Перш, як перейдемо до духовних законів, я прошу, будь ласка, зараз, щоб кожен з вас замислился над тим, а чим відрізняються закони природні, закони людські і закони духовні. Буквально коротко, якщо є можливість, то одним реченням напишіть собі, щоб ви занурлилися в цю тему. Одну хвилиночку буквально чекаємо. Бо хтось з вас напише, що закони природні, вони діють незалежно від того, знаємо ми їх чи не знаємо. Бо закон земного тяжіння, він буде однаковий на всіх куточках земної кулі. Закони людські ми придумуємо самі люди, ми їх змінюємо, вносимо тисячу і одну поправку до них, а от закони духовні закони духовні, вони милистові до людини, бо вони живуть в серці людини. І вони починають діяти лише тоді, коли ми їх розкриваємо в своєму серці. А ще в серці живе любов. Ми дуже багато говоримо і сьогодні, і взагалі про любов. Говоримо навіть, що любов може бути умовною, безумовною, але насправді, якщо вона умовна, то це не любов. Бо якщо мене люблять лише за якоїсь умови, люблять, коли я зварила смачний борщ, мене люблять, а коли я не зварила, то вже мене не люблять. Це не любов. Просто ми, люди, вже так це слово просто експлуатуємо, не замисляючись над тим, яка енергія йде за цим словом. Розкривається наше серце чи не розкривається, коли ми говоримо, що я люблю тебе? Подумки, або запиши тобі зараз хоч два слова синоніма до слова любов. Які слова є на вашу думку синонімом до цього слова? От кожен сам собі ще стихенько, бо немає часу, щоб це ми могли проговорити, але кожен для себе хай подумає, що є синонімом слова любов. Щоб дополучи нам Василий Олександр Сухомнинський вводить таке поняття як людська любов. Людська любов синоніма до цього слова. У Сухомнинського є відповідальність і обов'язок. Сухомнинський дає таке красиве визначення любові. Людська любов має обов'язок, обов'язок, який веде до шлюбу. Це довічний обов'язок. Творок Сухомнинського не передбачається розлучення. Я 30 років працюю психологінею і знаєте, жодна дитина, якому віця вона не зазнала розлучення батьків, не говорить, що їй стало добре від того, що батьки розлучилися. Ото біль розлучення батьків дитина проносить через все життя. А подивіться, яке величне визначення дає Сухомнинській людській любові. Саме людська любов є тією виховною силою, яка може змінити іншу людину. Бо любов йде, енергія любові йде від серця до серця. І якщо сказане вами буде наповнене любов'ю, воно попаде в серце іншої людини. Не тнути не прямо, а саме ваша енергія любові. Бо відстань від серця до серця є найкорочшим. Далі Сухомнинський говорить про те, наскільки людська любов має велике значення в сім'ї. І значення сім'ї, як для однієї конкретної людини, так і наступний слайд для суспільства в цілому. Бо це уявіть, якщо будиночок буде будуватися, ми збудували будинок, а тоді ці глинки в нього будуть тріскатися і випадати. Якою буде ця держава? Якою буде той будиночок? Ми зараз дуже часто не